А те, кто сейчас не с нами, кто путешествует, кто в дороге, Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Спасибо Тебе за нашу церковь, которая выполняет определенную миссию, Тобой положенную, Господь, на этом месте. Спасибо Тебе за тех, кто сегодня с нами, и за тех, кто сегодня не с нами, кто по каким-то причинам поехал навестить родственников в Россию или на Украину или в Белоруссию. Господь, я Тебя также благодарю, Господь, за то, что Виталий Мостовенко, служитель, который поехал по делам на Украину и был схвачен, и был отдан под военный трибунал, его ждала очень суровая статья, сверхъестественным образом освобожден, и сегодня он уже находится в Софии, и уже при содействии нашей церкви будет переезжать к нам в город Варну и станет частью нашей поместной церкви. Также благодарю за всю его семью, за всех его благословенных детей, за его супругу Ирину. Благослови, Господь, Аллилуйя, Отец. Семейство Ждановичей, Господь, Аллилуйя, Отец. Господь, благослови, Господь, Аллилуйя, Отец. Всех наших деток, Господь, которые, может быть, сегодня хотели бы, но не смогли посетить сегодняшнее воскресное богослужение, Господь, предназначенное для детей. Они идут по специальной программе, которая им очень нравится. И Оля сегодня написала, что продолжение воскрески будет в июле уже месяцы, когда они вернутся. Спасибо тебе, Господь, за все наши старания, за наши сердца, за драгоценные души, которые посвятили себя на служении в этой поместной церкви. Давай нам еще от Твоей благодати, от силы Святого Духа, от Твоей премудрости, обитающей с разумом, потому что сами без Тебя мы не можем делать ничего, ничего хорошего мы не можем сделать на этой земле без Иисуса Христа. Ничего доброго, ничего благого, потому что Он источник вечной жизни, потому что Он Господь, потому что Он есть путь и истинная жизнь, потому что Он единственная врата в Царстве Небесное, потому что только к Нему мы приходим к Отцу, так говорит Слово Божие. Если согласен, скажи Аминь. Слава Богу. Тема моей сегодняшней проповеди надлежит очень емкое слово, которое периодически произносил Иисус Христос. И Он периодически говорил, так надлежит быть, надлежит мне пострадать, надлежит мне быть убитым. Давайте мы откроем вместе одно место, которое написано в Евангелии от Луки, где написано слово «надлежит», и мы сегодня об этом слове поразмышляем вместе. Евангелие от Луки, 17 глава, 20 стиха. Мы можем вместе прочитать. «Был же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие». То есть фарисеи спрашивают о Него, когда придет Царствие Божие. Отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут «вот оно здесь» или «вот там». Давайте мы вот это запомним, потому что это слова Иисуса Христа. И вы знаете, очень много людей сегодня живут в каком-то ожидании, что вот появилась церковь, появился, например, первый пастор в каком-то районе или в каком-то квартале, или в каком-то городке, и люди ожидают, что что-то такое взорвется, какая-то вспышка, что Царствие придет, что сразу там миллионы посыпятся с небес, сразу какой-то избыток, изобилие, финансовое успевание, преуспевание. И люди ожидают, что вот приехал какой-то мощный евангелист, и сразу все люди исцелятся, получат какие-то невероятные освобождения. Но почему-то этого сразу не происходит каким-то заметным образом. Так вот почему. Иисус Христос говорит, не произойдет это приметным образом. И дальше Иисус Христос говорит, и не скажет, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. Сказал также ученикам, придут дни, когда пожелаете видеть, хотя один из дней Сына Человеческого, но не увидите. И скажет вам, вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь. Параллельное место в Евангелии от Матфея 24 главе Иисус Христос подробно описывает последние события, последнего времени, когда одни люди будут говорить, вот там Иисус Христос, вот туда идите. Или там Иисус Христос, вот туда идите. Там совершаются великие знамения или чудеса, идите туда. Иисус Христос предупреждает нас, не ходите туда. Не так придет Сын Человеческий. С 24 стиха. Ибо как молния, сверкнувшего от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. То есть, когда придет Иисус Христос, все это узнают. Но прежде надлежит Ему много пострадать. И вот это слово в 25 стихе. Но прежде надлежит. Иисус Христос говорит, надлежит. Оставьте все вот эти поездки куда-то, где вот какие-то якобы знамения происходят, какие-то чудеса. Иисус Христос говорит, обратите внимание на надлежит. Чему надлежит. И вы знаете, ситуация практически на сегодняшний день не изменилась. Давайте мы прочитаем, что Иисус Христос говорит. Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержену родом сим. И как было в одни Ноя, так будет и в одни Сына Человеческого. Еле пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ноя в ковчег. Ну, мы все помним историю Ноя. Ноя проповедовал. Никто его не слушал. Смеялись над ним. Говорят, человек сошел с ума, строит какой-то корабль посреди пустыни. Ну, не будем его слушать. Продолжали жизнь. Еле пили, женились, забыли о Боге. Пока не вошел Ноя в ковчег и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и в одни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили. Иисус Христос говорит о суете, о какой-то человеческой суете, что, ну, это наша жизнь, да, мы едим, пьем, покупаем, продаем, садим, строим. Ну, куда, вы можете так спросить, а куда деться тогда, куда деваться? такова жизнь. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь, огненный и серный, истребил всех. Так будет и в тот день, когда сын человеческий явец. В тот день, кто будет на кровле, а вещь его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, так же не обращайся назад. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Иисус Христос говорит о том, что это будет и в последние времена. В последние времена люди забудут об Иисусе Христе, будут им пренебрегать. А кто такой Иисус Христос? Ну, жил, какая-то личность, которая жила 2000 лет тому назад. Все уже забыли про нее. И мы не будем помнить. Давайте суетиться. Будем петь, есть, веселиться, жениться, выходить замуж. Ну, а что еще остается? Но Иисус Христос предупреждает, что в один момент, когда вот просто вот эта суета, суета, она просто окутывает всю землю, и люди просто будут вот в этой суете, просто как в каком-то равстве. Иисус Христос вернется. И вот вы знаете, я сегодня хотел поговорить об этом слове. Надлежит. Потому что очень часто мы живем в каком-то ожидании. И сегодня. Мы приходим в церковь, и мы ждем каких-то чудес, каких-то знамений, что постоянно что-то будет такое происходить. Я думаю, что в отношении Иисуса Христа от учеников в первую очередь, это было первое его окружение, которые постоянно были 2-4 часа в сутки, 7 дней в неделю, они были вместе с Ним, они видели Его жизнь, они наблюдали за Ним. И, конечно, у них были какие-то определенные такие претензии, какие-то замечания. Можете себе представить? Даже к Иисусу Христу у учеников, у апостолов были замечания. То есть они видели, что Иисус Христос в их представлении ошибается, или в их представлении согрешает. Чтобы не быть голословным, давайте я открою следующее место. И оно написано в Евангелии от Иоанна. 12 глава. 12 глава. 4 стиха. Это тот момент, когда одна женщина разбила алавастровый сосуд и этим драгоценным миром отерла его ноги. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, тот, который предал его, который хотел предать его, сказал, для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим. Смотрите, как резонно, да? Женщина разбивает сосуд, проливается очень дорогое мира, ну, очень дорогое. Ну, можно было его, ну, то есть Иуда так призывнил, за 300 динариев можно было продать. Это огромные деньги. На то время это была драгоценность, это было состояние. И он говорит, почему бы вот это мир не продать и за 300 динариев примерно вот эти деньги раздать нищим. Какое благородное предложение или какое замечание делает Иуда своему учителю. Шестого стиха. Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что он был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал, оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имейте с собой, а меня не всегда. И вы знаете, вот исторические сведения, теологические исследования говорят о том, что Иуда Искариот он принадлежал к одной такой партии, ну по крайней мере до своего уверования в Иисуса Христа, если это было уверование вообще, ну по крайней мере Иисус его избрал среду апостолов, и он ходил и делал знамение чудеса, он стрелял также больных, он также освобождал, был один из учеников, один из апостолов. В ожидании Иуда Искариота Иисус Христос должен быть освободителем, так как он принадлежал партии Зилотов, партия Зилотов на то время Израиль находился под римским игом, под рабством, и партия Зилотов готовила сопротивление. И кстати, по историческим данным чуть-чуть позже, уже после того, как Иисус Христос уже воскрес и был вознесен на небеса, партия Зилотов все-таки сделала восстание и была очень жестоко подавлена. И некоторые восстания приносили довольно серьезный ущерб даже римлянам, то есть Зилоты были подготовлены Благородное ожидание Благородное ожидание. Но Иисус Христос Иуда это понял в определенный момент о том, что он не собирался никого освобождать именно вот таким насильственным способом. Иуда продолжает за ним наблюдать и смотрит, что Иисус Христос как-то неправильно в его представлении распоряжается финансами. Понимаете, да, о том, что мира разлили по земле, вот оно вот так льется, течет, омыли ноги учителя, ну, подумаешь, там, ну, ноги омыть. Ну, можно было собрать это мира, можно было отнести его на базар, на рынок и продать за такие деньги, просто безумные деньги. И потом пойти, и вот, хотя какую цель преследовал Иуда на самом деле, он хотел, чтобы действительно он бы пошел бы, продал бы. И потом бы что? Написано, ну, так как он был вор, то он бы имел бы определенный процент, ну, определенную такую наживу. Иисус Христос, он как бы вот так на самом деле это все покрывает, да, своей любовью, продолжает наблюдать за Иудой, ну, до тех пор, пока на самом деле он его и не предал. У Иисуса Христа очень много терпения и долготерпения. Но, я хочу о чем сегодня сказать. В представлении Иуда из Кориода Иисус Христос был грешником. Он ошибся в распоряжении денег. Это была явно ошибка. С деньгами надо было по-другому как-то распорядиться. Я бы распорядился Иуда вот так думал в себе, я бы раскорядился лучше, я бы продал это миро и деньги бы просто распорядился бы по-своему. То есть, представление, давайте мы запомним эту мысль. Это не написано в Евангелии, но я думаю, что эта мысль довольно точная. В представлении Иуда Искариота Иисус Христос согрешил. Можете себе представить? Один такой момент. Давайте мы откроем еще одно место. В представлении Иуда Искариота Иисус Христос, сам Господь Иисус Христос, полнота Божества телесная не соответствовал ожиданиям, не вошел в эталон Иуда Искариота, и Иуда Искариот разочаровался. Я всегда провожу такую мысль о том, чтобы не разочаровываться. Очень важно не очаровываться своими какими-то выдуманными чарами, о том, что я что-то придумал в отношении какого-то человека, пастыря, да. У меня были чары такие, когда я, ну, совсем недавно рассказывал эту историю, она немножко такая, конечно, крайняя, потому что я не родился в верующей семье, я уверовал в 91-м году, и мои представления о верующих были совершенно, то есть я вообще не знал, кто они такие. Я слышал, что есть баптисты, есть штундисты, есть пятидесятники, есть харизматы, есть православные, есть католики. Я начал искать, ну, вот просто, и мне хотелось какого-то эталона, то есть я думал, что верующий человек должен просто быть настолько святым, чтобы соответствовал, ну, на самом деле, не Библии, а моим представлениям, то есть моим представлениям о том, что, ну, это был, должен быть англ с крыльями. И вот я встретил таких служителей, которые очень сильно проповедовали, на их служении происходили настоящие исцеления, освобождения. При мне у меня на глазах люди получали вот эти освобождения от наркотиков, от никотина, от матов, от сквернословия, от чего только они получали освобождения, получали исцеления. Я подумал, вот я нашел, наконец-то. Я прилепился к этим людям, и вот я стал вхож в дом одного, ну, это был мой первый пастор, очень красивый мужчина, вы знаете, он такой немец, ну, такой, ну, просто очень благородной внешности. И вы знаете, у меня, вот мои чары сработали, я был очарован этим человеком, у меня сложилась такая иллюзия, что, наверное, этот человек, какой-то ангел, который спустился с небес, и он даже в туалет не должен ходить, ну, не должен ходить в туалет. И вдруг этот человек у меня на глазах пошел в туалет и сходил, я услышал, как он там смыл что-то, и он вышел, и я разочарованный, представляете, ну, человек вышел, и он из туалета, пастор, церковь из туалета выходит. Что это такое? Безобразие. Представьте, это были мои чары, то есть я был очарован, и, конечно, как следствие это пришло, разочарование, потому что у меня были свои чары. Поэтому не очаровывайтесь, не очаровывайтесь вот меня, я хожу в туалет тоже, пастор церкви доходит в туалет. Ну, вот, может быть, кого-то удивил. Давайте мы прочитаем следующее место. Неверующий Фома, да, вот пошла такая поговорка про Фому, и это написано в Евангелии от Иоанна в 20 главе с 24 стиха. Фома же, один из двенадцати, называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа, то есть, все десять, ну, их осталось одиннадцать, потому что Иуда Искариот к тому времени уже повесился на древе, осталось одиннадцать апостолов, десять апостолов ему говорят, мы видели Господа, мы видели Иисуса. Но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, не вложу руки мои в ребра его, не поверю. И смотрите, что, ну, можно так сказать, в расшифровке, в моей такой расшифровке, говорит Фома. Фома говорит, я не поверю, я вообще вам не верю, вот вы десять, хоть вас сто человек, говорите, я не поверю, пока я самого Господа не увижу, пока я Иисуса Христа не увижу, что Он действительно воскрес, я не поверю. А до этого Иисус Христос очень много раз, десятки раз предупреждал, говорил ученикам о том, что надлежит мне убитым, да, на третий день воскреснуть и так далее и тому подобное, надлежит мне много пострадать, много раз предупреждает их учеников, всех апостолах предупреждены о том, что Иисус Христос пророчествует о том, что в Иерусалиме Его сватит, потом будут Его истязать, потом Его распынул, потом Его будут мучить долго перед этим, Потом его в конечном итоге пронзят копьем, потом он умрет, потом он воскреснет. И вы знаете, как будто бы все апостолы просто пропускали это мимо ушей. Они просто не верили. Да не может это такого быть, что Иисус Христос, ты что, для этого пришел на эту землю? Ты пришел, чтобы умереть? Ну что это за царь такой? Что это за господин? Что это за Иегова, да? Да, который Есим, Иисус Христос заявлял о себе, что он Иегова. Я Есим сущий, говорил Иисус Христос. Прежде нежели был Авраам, я Есим. Есим это буквально обозначает Иегова, вечно существующий. Тот, у которого нет ни начала, ни конца. И он пришел для того, чтобы просто вот так умереть на этой земле? Да мы не верим. Не поверили. И Фома был один из первых, кто не поверил ни ученикам другим, хотя они видели его, ни самому Господу Иисусу Христу. И я могу так сказать, что в представлении Фомы Иисус Христос со всеми другими учениками были кто? Лжецы. Они все лгали. И они сейчас мне в наглую лгут, что они видели какого-то Иисуса Христа, которого я сам видел, что он мертвый, что он убитый. Я видел труп. И тут они мне говорят, что он живой. Пока сам своими глазами не увижу, пока сам свои пальцы не вложу в свою руку, не поверю. Вы все лжецы. В представлении Фомы Иисус Христос был лжецем. В представлении Фомы неверующего, ученики Иисуса Христа, апостола, другие его собратья были лжецами. Вот так же получается. Это элементарная логика. И я не буду открывать третье место, которое написано в Евангелии от Марка в 16 главе, где написано о том, что Иисус Христос после того, как был явлен Марии, потом был явлен ученикам, шел вместе с двумя учениками, которые шли в Ямаус, пристал перед ним, говорил, наставлял их опять в учении, потом явился всем апостолом и потом упрекал их в том, что когда они даже его увидели, они не поверили. И упрекал он их в неверии и в жестокосердии. Представляете? То есть в представлении всех учеников Иисус Христос просто был какой-то шарлатан. То есть он обещал им какие-то золотые горы, о том, что просто они будут там вместе с ним на небесах, но получается в их представлении, что он их обманул, просто обманул. И, конечно, для них было большим недоумением о том, что Иисус Христос вообще просто пришел на эту землю, три с половиной года ходил по этой земле и просто потом взял, отдал себя самого на суд Пилата, да? Вот ну как царь такое мог с собой просто попустить, сделать? И это было все у них на глазах. Ну какой же он царь после этого, да? Какой же он тем более господин? И среди учеников возникло глубокое разочарование, неверие. И кто-то из них сказал, пойду я опять ловить рыбу, Петр, пойду рыбу ловить, потому что он в прошлой жизни был рыбаком. Разочарование. Все. Все закончилось, ребята. Иисуса нет. Он умер. Труп. Я видел это своими глазами. Пойду ловить рыбу. Другие ученики посмотрели, говорят, и мы с тобой. И вместе с ним отправились ловить рыбу. Разочарование. И можете себе представить о том, что реально во времена Иисуса Христа все ближайшее окружение Иисуса Христа было разочаровано в отношении Иисуса Христа. В их представлении Иисус Христос потерпел полное фиаско, то есть провал. Его у всех на глазах схватили, опозорили, потому что он был опозорен. Так говорит Библия. Практически голому повесили на Голгофском кресте, у всех на глазах. Он висел практически обнаженный, весь избит, весь в кровопотеках, в плевках. Люди на него плевали, просто он был исплеван, он был опозорен. И все ученики, конечно, они скрывались. Им было стыдно, им было стыдно смотреть на вот это зрелище. Их учитель висит на Голгофском кресте, опозоренный. И он умирает. И потом он реально умер. И потом его сняли с креста и положили в какую-то могилу. Такая вот печальная история. Если бы Иисус Христос действительно не воскрес. Аминь, да? Но Он воскрес из мертвых. Вы знаете, мне тоже приходилось сталкиваться с такими глубокими разочарованиями. Во-первых, в отношении ожидания. Ожидания, что я как пастор должен соответствовать чьим-то ожиданиям. И я был очень удивлен, когда со мной познакомился один мужчина. Он был старше намного меня. Он пришел в церковь и начал меня так немножко зондировать, проверять меня, задавать вопросы, испытывать. Потом мы вместе поехали на рыбалку. Он рыбак, я рыбак. Закинули удочки, сидели, разговаривали. Он задавал такие наводящие вопросы. Много вопросов. Ну, написано, дайте отчет требующего у вас отчета. Ну, я отвечаю на все эти вопросы. И он говорит, ну, хорошо, хорошо, все его устраиваю, все, все, хорошо, хорошо, вот это хорошо, все на это ответил. Ну, вроде бы как успокоился. И потом вдруг он задает такой вопрос. Увидел мою машину. У меня была в те годы старая машина. Ну, мы не были богатыми людьми тогда. Да, да и сейчас не богатые так особо. А тогда у нас был старый Passat, Volkswagen Passat. Вот он на него посмотрел, говорит, а ты, говорит, в своем двигателе, в своей машине мотор перебирал? Ну, вот так вот. Я говорю, что значит перебирал? Ну, говорит, разбирал, вот полностью перебирал, чтобы проверить, что там шестеренки все работают. Потому что, говорит, когда мы сюда ехали, я слышал там, что что-то стучит. Я говорю ему, нет. И все. И он говорит, а какой же ты тогда пастор? Какой же ты пастор, если ты двигатель своего автомобиля не знаешь? Он был шокирован просто, потому что он сам был автослесарем. И потом мы выяснили, что в его представлении, в его, ну, в его представлении твердом таком, каждый мужчина, который имеет свой личный автомобиль, должен лично своими руками перебрать и знать двигатель. Ну, может быть, это логично для него, да? В его представлении я был большой грешник, потому что я не перебрал двигатель своего автомобиля. И разочарование, то есть он разочаровался. Потом, когда мы открыли, это была уже у нас третья церковь, которую мы открыли. Мы основали церковь в таком районе, где жили в основном химики. Химики – это те, которые отбыли заключение, срок, и находились в каком-то таком населенном пункте под наблюдением каким-то. И вот за ними просто наблюдали. И вот они узнали о том, что пастор появился в их районе, а до этого в этом районе не было ни одной церкви. Ни одной церкви, ни православной, ни католической, ни протестантской. И вот наша церковь первая открылась, мы выкупили здание бывшего детского садика, начались служения. Люди начали приходить, спрашивать, а батюшка у себя? Когда я выходил, а где батюшка? Я говорю, ну, я батюшка. Он говорит, а где борода? А где ряс, а где крест золотой? Я говорю, ну, я... А где твоя славянская внешность? Ну, я говорю, ну, извините, но я родился корейцем, да, ну, просто сгрешил. И потом один мужчина ко мне подходит, берет за руки меня вот так, переворачивает, смотрит, говорит, у тебя руки белые, нежные. Говорит, ты посмотри на мои руки, а у него руки черные, в мазуте, в мозолистые такие. И он так смотрит на меня, руки мои держат, смотрит на меня с таким чуть ли не презрением, смотрит на меня, говорит, ну, что за руки такие у тебя? Я говорю, ну, это врачебные руки вообще, ну, как ты представляешь руки врача в мазуте, в грязи и в мозолях? Ну, что это за руки тогда? И он берет мои руки вот так и посмотрел на меня с презрением, развернулся и ушел. Разочарование. Почему? Потому что у человека были чары, чары ожидания, потому что пастырь должен быть, ну, с мозолистыми руками, перебирающий двигатель своего автомобиля, да. Просто настолько универсальным, что делать все. Ну, если я что-то не умею, я уже не пастырь. Ну, если лампочку не могу починить, все. Уже обречен. Разочарование. Вот мне бы очень не хотелось, чтобы у нас в церкви были ожидания в отношении людей вообще. Потому что Слово Божие говорит, мы все согрешили. Все. Нет праведного ни одного. Вот так написано. Ни одного праведного нет. Лишены славы Божией. Слава Богу, что во Христе Иисусе мы получили освящение. Аминь, да. Что в Нем мы стали совершенными. И вы знаете, вот здесь вот моя задача, вот сегодня, вот я не знаю, в чем мое предназначение. Я иногда спрашиваю Господа, Господь, зачем я здесь? Вот я оставил в Казахстане. Мы продали. Когда я получил откровение, что надо приехать в Болгарию, что надо кого-то спасать, что надо здесь поднимать церковь, да. Вот, ну, просто Бог показал видение. Потом второе видение. Потом мы все просто вот так продали там в Казахстане. Оставили, ну, там родных своих. Там, я мать свою оставил больную. Вот, отец умер у меня на руках, я его похоронил. Сестру оставил, ну, там, брат оставил. Все оставил, и мы переехали сюда, в Болгарию. И сегодня я спрашиваю себя, Господи, вот, Господи, зачем я здесь? Уже 10 лет я в Болгарии. Может быть, все напрасно, да. Ну, церковь небольшая, да. Ну, просто, может быть, все зря, да. Может быть, я что-то пропустил. Может быть, что-то я упустил. Может быть, что-то я не так понял. И, вы знаете, просто у меня уже начали приходить такие мысли о том, что, ну, я знаю христианскую историю, что часто так бывает, что вот появляется какой-то человек, священник там, ну, неважно какой церкви, ну, христианской церкви любого направления. Это было в 3 веке, это было в 13 веке, это было в 18 веке. И вот он несет служение, и люди его не замечают. И церковь у него маленькая, там, небольшая. Люди его все, ну, основная масса его вообще даже не хотят замечать, я бы так сказал точнее. Несет он в себя служение, что-то там делает, какие-то хорошие дела, что-то пытается там что-то показать, что-то вот, ну, на самом деле, что что-то может, ну, там кто-то говорит о нем, ну, там реально, там кого-то исцелил, потом, ну, на самом деле вспоминают, вот кого-то там даже воскресил, кого-то там вот просто помог, благодетель какой-то сделал. И потом вот священник бамс и умер. И тут вспомнили, вспомнили, какой прекрасный священник это был, вот когда жил. Он, оказывается, так много добрых дел успел сделать. Он, оказывается, не одного исцелил, многих исцелил. И потом начинает о нем писать историю. И потом ту церковь, которую он построил, называют в честь этого человека, в честь этого священника, ну, там, например, церковь святого Патрика. Ломают ее, отстраивают заново, потом опять ломают, отстраивают. Получается большой какой-то невероятный костиол или храм, или просто какая-то невероятная церковь, архитектурное произведение, которое сегодняшний день, по сей день существует, функционирует, и называется Церковь Святого Патрика. А при жизни этого человека вообще не хотели замечать, не знать. Вы знаете, вы просто на самом деле, потому что этот человек исполнил то же самое слово «надлежит». Моя проповедь сегодня называется «надлежит». От Иисуса Христа ожидали бесконечных знамений. Давайте сегодня открою последнее место. Бесконечных чудес. Фарисеи к нему приходили. И это написано в Евангелии от Матфея, 12 глава, с 38 стиха. Тогда некоторые из книжников и фарисеи сказали, «Учитель», конечно, они лицемерно называли «учитель», потому что для них он не был никаким учителем, для них он был выскочка, самозванец, одержимый бесом. Они так обвиняли в том, что в тебе бес, бес в тебе. В представлении фарисеев Иисус Христос был страшным грешником, одержимым человеком. Слышите меня? Еретиком. Его учеников вместе с ним называли представителей ереси Назарейской. Вот сегодня, да, вот, ну, просто в форумах я иногда так читаю, про нашу церковь на нас нападают, там, ну, забрасывают всякими такими эпитетами, и там фанатики, короче. И потом в одном эпитете, ну, в одном таком комментарии мне пишут. И он еще смеет себя сравнивать с апостолами, да? О том, что, ну, я там пишу о том, что, ну, еще он смеет себя сравнивать с самим Господом Иисусом Христом. Я пишу в ответ о том, что, ну, и апостол Павел себя сравнивал с Иисусом Христом. Он писал, привожу место из Писания о том, что апостол Павел пишет, «Подражайте мне, как я подражаю Иисусу Христу». А кто вчерашний апостол Павел? Это Саввел, который был извергом. И потом он в послании говорит, я был изверг, изверг. Но благодаря Господу есть им то, что есть им. Благодатью я спасен. Аминь или не аминь. Имеем ли мы право сегодня сравнивать себя с апостолом Павлом? Я хочу сказать вам утвердительно, имеем полное право. Нам важно и необходимо это делать. Смерять себя, сверять себя как можно чаще. С Писанием, с Евангелием. Писание говорит, что когда мы открываем Библию, для нас это как зеркало, в котором мы видим свою царскую природу. Слышите меня? Царскую природу. То есть в Библии мы видим, какими мы должны быть. Аминь или не аминь. Там наша царская природа. Смотрю там, вот же какой я должен быть. Так я сын царя. То есть я царевич, да, ну, жена у меня принцесса, царица, да. И твое достоинство куда-то поднимается, куда-то возносится. Возносится оно на престол Божий. Потому что Библия говорит, что Иисус Христос воссадил нас на троне. Аллилуйя. Аминь. Бог нас так сильно верит. И вот фарисеи говорят, Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение. Покажи нам очередное знамение. И тогда мы в тебя поверим. Тридцать девятый стих. Но он сказал им в ответ, давайте мы вот это запомним. Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение. Давайте мы больше не будем искать знамение. Потому что род лукавый и прелюбодейный это ищет. Вот когда я иду в церковь, чтобы увидеть знамение. Это мое лукавство. На самом деле. Просто мне нужно, я иду как маленький ребенок. Человечество с тысячелетиями не меняется. Как в Риме было, что люди искали что? Хлеба и зрелищ. Хлеба и зрелищ. Крови, крови. Крови подавай. Чтобы нас хорошо накормили. Чтобы нас хорошо напоили. Чтобы обязательно кровь пролилась. И тогда мы будем удовлетворены. Ничего и сегодня не изменилось. Сегодня также вот эти там багратионы, бои без правила, льется кровь. И люди там просто вопияют от восторга, что кто-то кого-то там на сцене прибил. 39 стих. Но он сказал им в ответ. Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение. И знамение не дастся ему. Кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был в очереве кита три дня и три ночи, так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Неневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. Неневия, жители Неневитяны, которые покаялись от проповеди Иона, они будут судить в последние времена человечество. И они осудят, написано, осудят человечество за то, что они не покаялись от проповеди Иисуса Христа. Ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная или Савская восстанет на суд с родом Сим и осудит его, ибо она приходила от предела земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Иисус Христос больше Соломона? Больше. Иисус Христос больше Ионы? Больше, намного больше. Потому что Ионы и Соломон это были люди, а Иисус Христос это был Господь Господствующий, хоть царь царей. И Иисус Христос говорит, для чего Он пришел на эту землю. Иисус пришел, я хочу провести основную мысль, не для того, чтобы творить здесь знамения, которые люди ищут, не для того, чтобы творить бесконечные какие-то чудеса, а люди потом, как маленькие дети, еще покажи нам фокус, еще, и это было бы до бесконечности. Но Иисус, Он не фокусник, чтобы вот так бесконечно что-то, кролика и шляпы доставать, Ему это не нужно было. Может быть, Иисус, конечно, совершал исцеление и освобождение, но это было как приложение, способ привлечь внимание к самому главному, к Спасителю, к тому, кто действительно спасает, реально спасает. Иисус Христос говорит, дастся вам только одно знамение, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был в очреве три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Вот для чего пришел Иисус Христос на эту землю. Он пришел, чтобы пострадать, для того, чтобы мы уже не страдали. Чем занимался Иисус Христос три дня и три ночи? Библия говорит о том, что Он, садя в преисподние места, Он там проповедовал. Он там совершил полную победу над дьяволом, одержал полную победу над грехом. Аминь или не аминь. Одержал полное исцеление над всеми болезнями. Поэтому написано, ранами Его мы исцелились. Он забрал наши немощи и болезни. Проклят всяк, висящий на древе, так написано. Он забрал проклятие, приглазил его к Голгофскому кресту. Забрал там и мое проклятие, там и ваше. Родовые проклятия, все там. Надо только поверить в Иисус Хреста. И они тут же туда уходят. Все грехи, слава нашему Богу. И еще одно место я все-таки открою, последнее уже место, оно написано в послании к римлянам, 14 глава. И нам нужно разобраться, в чем сегодня смысл моей проповеди. Чему надлежит быть? Ученики тоже хотели от Иисуса Христа каких-то чудес. Они ходили, наблюдали. Вот Он воскресил, вот Он исцелил. А Иисус Христос им каждый раз повторял. Надлежит, надлежит всему быть. Надлежит мне быть схваченным, быть взятым в Иерусалиме, быть убитым, быть распятым. Надлежит, надлежит, надлежит. И ученики шли рядом с Ним, они не понимали, о чем Он говорит, что Он надлежит быть. И вы знаете, хорошо, что Иисус Христос десятки раз повторял ученикам, что Ему надлежит быть убитым. Потому что, вы знаете, если бы Он это не говорил, ученики бы разбежались, когда схватили Иисуса Христа, и больше бы никогда бы не вернулись. Но они потом вспомнили, что Иисус Христос оказывается, и их предупреждал о том, что Его схватят, о том, что Его убьют, о том, что Его измучают, и о том, что Его распнут. Они вспомнили об этом, и тогда уже поверили. Так Он же нас предупреждал об этом. Десятки раз предупреждал. И вы знаете, вот в послании к Римлянам, он послал Павел уже пишет, в 14 главе, 17 стиха. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». 18 стих. «Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Вот чем нужно служить, важно служить. Нести людям праведность во Христе Иисусе, мир в нашем Господе Иисусе Христе и радость во Святом Духе. 19 стих. «Итак, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию». Можешь сказать на это «Аминь»? Вот этот стих, он очень важный, потому что сегодня я хотел бы именно к этому подвести. Иисус Христос пришел на эту землю не для того, чтобы нас удивлять. Пастор в церкви поставлен в церкви не для того, чтобы показывать фокусы или постоянно производить какие-то шоу, какие-то сценки, какие-то театральные представления и так далее и так подобное. Конечно, мы призваны о том, чтобы, по крайней мере, все было достойно. Но самое главное служение Иисуса Христа заключалось в том, что если ты хочешь и если любой человек захочет приобрести мир, мы можем обрести совершенный мир только в одном, только во Христе Иисусе. Вот это нам надо знать и помнить. Только во Христе Иисусе я могу обрести совершенный мир. Знаете, у меня сегодня есть короткое свидетельство такое о том, что мы, когда сегодня мы вернулись в Варну, вчера мы въехали в Болгарию, вернулись из Турции, где, честно скажу, я отдыхал. Ну, я, как выяснилось, как пастор имею право просто ничего не делать. Потому что раньше, это я разбиваю даже сейчас свое представление о том, что пастор не имеет права отдыхать. И раньше у меня было такое представление, что пастор, куда бы ни поехал, обязательно должен кого-то найти и привезти его к Христу. Ну, хочет он, не хочет, но привезти его к Христу и потом его служить, ну, ему вот так, мучить его, пока он там не воскреснет из мертвых, да, не получит исцеления от всех болезней. А тут вот мы поехали и просто ничего не делали. И вы знаете, это было так классно. И в этот момент, вы знаете, просто мы имели, конечно, общение во Святом Духе, общались, мы молились, мы были с друзьями, нам было очень хорошо, мы просто наслаждались Господом. И нас одна сестра тоже с нашей церкви пригласила к себе, она там живет, мы пришли к ней в гости. И вы знаете, там я в Алании вспомнил, что я забыл, когда уезжал, в феврале я перенес кардиогенный шок, так называемый, у меня был гипертонический криз, давление за 200, 220, 230 на 120 у меня было. И это было прединсультное состояние, ну так доктора мне сказали, что не прединфарктное сердце у меня хорошее, но в любом моменте, если бы сосудик какой-то лопнул, то у меня мог бы возникнуть инсульт, мозговая катастрофа. И вот назначили мне кучу лекарств, антиаритмические, гипотензивные, лекарства, которые улучшают реологические свойства крови, которые улучшают эластичность сосудистой стенки, растворяют якобы такие атеросклеротические бляшки, которые там нависли на сосудах. И вот это такая горсть таблеток, которые я был, я вначале не согласился, но потом подумал, ну соглашусь я вот так, ну вот помолился, в духе принял, что надо пройти лечение, потому что давление, как доктора они старались, они еле-еле подобрали мне комбинацию вот этих таблеток, которые все-таки как-то стабилизировали давление. Ну до 140, до 130 сбили мне. И вот я согласился принять, думаю про себя так, Господи, вот помоги мне, ну я согласен, курс, я вообще против химии, не хочу я эти таблетки глотать, я верю в то, что я исцелен, кровь Иисуса Христа, но перестаю пить таблетки, давление поднимается вверх, ну становится, естественно, страшно, да. Ну думаю, ладно, раз приму, принял, немножко стабилизировалось. Потом 2-3 дня попробую без таблеток, опять без таблеток, опять давление, жжжж, наверх, опять, ну думаю, ну надо принять. И потом пришел к выводу, что мне надо постоянно принимать таблетки, потому что иначе давление уходит наверх. И тут вы знаете, что происходит? Когда я выезжаю из Варны, я не знаю, на каком этапе мы вспомнились с Наташей, но мы вспомнили, что я забыл и все лекарства забыл дома, и тонометр забыл дома, чем мерить давление. И мы приезжаем в Турцию, и я так, опаньки, да, так, а что теперь делать? Лекарства, рецепта нету, ну, так бы, если бы хотя бы рецепт был сохранен, ну, пошел в аптеку, купил лекарства, ну, просто начал бы эти лекарства пить бы там, рецепта нет, сейчас идти к доктору опять, ну, это, думаю, доверить Господу. Все, помолились, все, отдыхаем. Проходит несколько дней, она пригласила сестра Ирина, мы поднялись к ней, я смотрю, у нее тонометр лежит, она говорит, ну, я принимаю таблетки, говорю, а можно померить давление? Ну, потому что все-таки где-то в глубине сердца так немножко страстновато, ну, что там за эти несколько дней произошло со мной? На всякий случай по мере, о, мере давления 145 на 90, ну, думаю, уже, ну, по крайней мере, не 200, да, на 120, хорошо, так, полегче стало, так, слава Богу, спокойный палит. Проходит еще несколько дней, и опять, ну, там я рыбачил, там посадил несколько рыбок, там сфарганили уху, приготовила жена, очень вкусно готовит, мы решили опять Ирину угостить, ну, взяли кастрюльку, с этой кастрюлькой пошли к ней в гости, ну, так вот, там вот, ну, было удобнее нам. Пришли к ней, ну, с кастрюльку поставили, я думаю, дай-ка я еще раз измерю себе давление, потому что еще несколько дней прошло, измерю себе давление 125 на 80. Ирина подходит, говорит, давление какое? 125 на 80. Ну, говорит, ну, нормальное давление. Ты что-то пьешь? Я говорю, я ничего не пью. Она до этого мне предлагала какие-то таблетки, она говорит, гипотензивные, говорит, я пью. Я говорю, я к вам обращусь, если я увижу, что зашкаливает, то я к вам прибегу. Ну, вот, значит, таблеток не нужно. Вы знаете, я понял, что я получил исцеление от Иисуса, но, вы знаете, это исцеление, оно, ну, пришло через тот мир, который я там обрел. Ну, я начал анализировать, отматывать пленку назад, и я увидел о том, что тогда в феврале, когда у меня был гипертонический кризис, я там действительно был, ну, так вот, в загоне, ну, что сказать, в загоне, да. Ну, вот, часто служители, оказывается, сами себя загоняют, а потом жалуются, да. Ну, был в таком загоне, ну, просто вот стрессы какие-то бесконечные, вот, ну, просто вот я понимаю, что мне надо все Господу отдавать, но не успеваю уже отдавать, что-то успел, что-то не успел. И где-то в глубине сердца у меня стояла вот такая, знаете, вот напряжение, суета, вот какая-то вот такая, беспокойство, да, страх вошел. Где-то я пропустил стрелу. А тут я на себя смотрю, просто в сердце мир, радость и праведность во Святом Духе. И, вы знаете, это верный признак того, что ты получил исцеление. Вот, если ты чем-то болен, или какая-то у тебя есть, на самом деле, вот, нужда, вот я бы советовал, да, молиться до тех пор, пока в сердце не войдет вот абсолютно полный мир, который Иисус Христос обещал. Он обещал, дам вам мир совершенный. Этого мира никто у вас не сможет отнять. Не тот мир, я вам дам мир, да, вот этот мир совершенный. И, вы знаете, просто вот это вот мое переживание, я поэтому хотел этим поделиться, о том, что я сегодня больше верю и иду в церковь ради вот этого надлежала. То, что Иисус Христос говорил периодически, надлежала, напоминал ученикам своим о том, что надлежало мне много пострадать, надлежало мне быть убитым, надлежало мне быть схваченным в Иерусалиме и отданным на попрание и так далее и подобное, надлежало мне быть убитым. И, вы знаете, вот просто на самом деле, мне бы очень хотелось, чтобы мы шли в церковь не для того, чтобы увидеть здесь какое-то чудо. Вот очень долгое время в моей христианской жизни было вот это ожидание, я честно признаюсь, о том, что я лично, я шел в церковь, чтобы увидеть чудо. И потом было покаяние о том, что ты ради чего идешь в церковь? Ради Иисуса надо идти, да? Потому что Иисус Христос, Он ответ абсолютно на все нужды, абсолютно на все ответы. Хочешь обрести радость? Иди к Иисусу. Хочешь обрести праведность? Мы все согрешили. Праведность, настоящую праведность можно найти только у Иисуса. У Него настоящая праведность. Он только один, Он во всем был искушен и ни в чем не согрешил. Ни одного греха не сделал. Если в представлении фарисеев Он был грешником, страшным, да? В представлении Бога, всегда будем смотреть о том, что как Бог смотрит на наше сердце. В представлении Бога Иисус Христос был непорочным агнесом. Ни одного греха не сделал. Был абсолютно свят. Но Иисус Христос, я еще раз повторю, пришел на эту землю не для того, чтобы совершать знамение чудеса. Он пришел для того, чтобы умереть для тебя. И в тот момент, когда Он умер, ты получил полное оправдание в Нем. Дорогоценная кровь Иисуса Христа, я сегодня и ты омыт от любого греха. От любого суда. Написано, верующий в Иисус Христа на суд не приходит. Все, мы избегаем. Если все люди на этой земле, кто не верит в Иисус Христа, не поверил в Него, придут на суд рано или поздно, то христиане не придут. Христиане будут судить этот мир. Так Слово Божие говорит. Это не я придумал. Давайте вот этому помолимся сегодня, да? Если у тебя еще нет мира в сердце, призови Господа Иисуса Христа. Вспомни про вот это надлежит. Скажи, Господи, я пришел в церковь сегодня не для того, чтобы увидеть какое-то чудо, чтобы что-то произошло здесь. Я пришел для того, чтобы узнать, что тебе надлежало сделать для того, чтобы я сегодня был спасен. Вы знаете, спасение – это самая главная цель. Очень важно посмотреть глазами Иисуса Христа. Для чего Иисус Христос пришел? Он пришел, чтобы сделать вот это надлежащее. То, что Бог, Отец, Ему повелел, надлежало мне пострадать. Я исполнил волю Отца Моего. Давайте мы склоним наши сердца. Давайте мы вместе просто помолимся вот этой молитвой. Мой Небесный Отец. Прости меня за все мои грехи, которые я осознаю или не осознаю, которые я сделал или еще сделаю. Омой меня своей драгоценной кровью. Я узнал сегодня, что надлежало так быть. Что ты умер за меня, чтобы подарить мне жизнь вечную. Что ты пострадал за меня, чтобы я был исцелен от своих сердечных ран. Ты претерпел на Голгофе глубокую отверженность и одиночество. Даже Отец оставил тебя, чтобы я сегодня был не одинок. чтобы я всегда был с тобой, Иисус. Ты забрал все мои проклятия, пригвоздил их к Христу, чтобы я сегодня получил вечное благословение до тысячи поколений, как говорит Твое Слово. Спасибо тебе, Иисус, за то, что я когда-то вошел в Царствие Твое благодаря Тебе, благодаря Твоей жертве, благодаря той двери, которая открылась. И Ты есть дверь. Благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты есть мой путь. Ты есть моя жизнь, потому что Ты истинно даешь жизнь. Ты есть моя истина. Ты есть моя правда. Спасибо тебе, Иисус, за то, что Ты принял меня в Свою семью. Я получил власть быть Божьим Детем. И теперь в моем сердце царит Твой совершенный мир, Твоя совершенная радость, которую меня никто не отнимет, и праведность во Христе Иисусе. И мы молились на этом месте во имя Отца, во имя Сына, во имя Святого Духа. Аминь. И вы знаете, Господь мне открыл мое предназначение. Мне так стало хорошо, потому что я думал, что я уже начал сходить к такой мысли, что моя задача здесь просто жить и потом умереть, и потом про меня вспомнят. Но не это моя функция. Знаете, Господь меня просто дал во время этого отдыха хорошего утешения, потому что моя задача вот стоять на этом месте, поставить церковь Иисуса Христа, что Иисус Христос дал такую власть, и проповедовать лето Господне благоприятное. Вот эту истину о том, что все, абсолютно все, хорошее, благое, мы можем получить только во Христе Иисусе. Вот если есть в городе хотя бы один такой учитель, пусть их будет больше, который учит о том, что не приходите к человеку, не ожидайте от человека, приходите к Иисусу Христу, только к Иисусу Христу, и тогда вы получите от Него, ожидайте только от Него, ожидайте только от Господа, не ожидайте от людей, люди вам ничего хорошего не принесут. Иисус Христос принесет вам все, все хорошее, все благое, и тогда не будет никаких разочарований, потому что эти чары, они сразу просто рухнут. Аминь или не аминь? Потому что очень хорошо знать Евангелие, и еще лучше его исполнять. Иисус Христос говорит, блаженны читающие и исполняющие Слово Мое. Слава нашему Господу! Сегодня у нас еще...